В Мугалжарском районе полным ходом идет заготовка материалов и мобилизация техники для проведения реконструкции участка дороги Ак-Тюбек-Кандагаш. В райцентре открыли медцентр и провели капитальный ремонт в здании местной больницы. На текущий год запланирована реализация ряда проектов по строительству школ, а также газа и водоснабжения населенных пунктов. С реализацией намеченных инициатив, направленных на повышение качества жизни населения, в ходе рабочей поездки ознакомился глава региона. Участок республиканской трассы Ак-Тюбе-Атырао-Астрахань от Ак-Тюбе до города Кандагаш – настоящая головная боль для автолюбителей. Капитальный ремонт дороги протяженностью 89 километров не проводился с момента ввода ее в эксплуатацию еще в прошлом веке. В текущем году начнется масштабная реконструкция участка. Для начала планируется построить дорогу рядом с существующей. Проезд транспорта будет отвестись по старому дорожному полотну. В следующем году действующую дорогу также реконструируют. В результате появится новая четырехполосная трасса первой категории. В общей сложности к реализации проекта будет привлечено 560 человек и задействовано 300 единиц техники. Неделю назад подписан меморандум, трехсторонный меморандум – это Акиматы районов, это Алгинский, Магаджарский район, Казахтажол, Ак-Тюбинский филиал и подрядная организация о приеме работ местного населения. Проект на три года рассчитан. Начало мы уже дали старт, это март 2021 года и сентябрь 2023 года – это окончание строительства. В Акимерском сельском округе глава региона светился с руководителями подрядных организаций, которые будут заниматься капитальным ремонтом автодороги. В данный момент подрядчиками ведется заготовка строительных материалов и железобетонных изделий. Напомним, что реконструкция предусматривает два проекта. Первый из них на участке от города Ак-Тюбе до села Тамды Алгинского района, протяженностью более 44 километров, общей стоимостью около 40 миллиардов тенге. И здесь подрядчики явно отстают от намеченного плана. Аким области поручил усилить мобилизационные работы. До сих пор не решили вопрос на обвинение. Мы в процессе? Нет, в процессе еще год будете находиться в процессе? Нет. Когда работа будет разворачиваться? Это вот сегодня так, завтра будет ясная погода, все растает. И что? Когда начнете работать? Мы сейчас мобилизуемся. Мобилизацию техники мы к маю думаем, что здесь у нас уже будет перевезен завод. Так, такой план. И когда вы будете работать? В мае? Что, в июне начнете работать? Второй проект предусматривает реконструкцию дороги от села Тамды до города Кандагаш потяженностью около 52 километров. Стоимость работы составляет свыше 22,5 миллиардов тенге. Месяц мы, честно говоря, плохо отработали. На сегодняшний день уже 63 тысячи тонн. Щебня заготовлена уже здесь на объекте. Вот мы февраль неплохо поработали, а вот март, как дураны начались и похуже станут, конечно. Все будет нормально. Безусловно, важнейшим аспектом в направлении повышения качества жизни населения играет обеспечение людей высокопрофессиональной и современной медицинской помощью. Сравнительно недавно в городе Кандагаш был открыт центр гемодиализа. Теперь людям нет необходимости ехать в Ак-Тубе для очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. В частности, значительно проще следить за своим здоровьем стало муглажарцу Галымову Турсенбаеву, который 10 лет получает процедуру гемодиализа. Спасибо, можно сказать, Акиматру, которые занимались ребятами. Хорошо, что у нас открылся медсестры, врачи, нормально работают, санитарки, бегают с утра до вечера. В центре оказываются услуги показания помощи людям, страдающим заболеваниями почек и мочевыводящих путей, а также вирусным гепатитам. 35. Байганинский, Тимирский, Мугажарский район, может быть больной есть, на сегодняшний день. Сейчас у нас приняли 9 больных, именно проживающих в Мугажарском районе. В очереди стоят заявления, написали 16, которые хотят перейти. Это есть четверо из Байганинского района, есть из Жанажо больной и здесь Кандагашин больной. Аким области поручил руководству управления здравоохранения рассмотреть вопрос открытия нескольких подобных центров по всему региону, где смогут получать жизненно важную процедуру жители близлежащих районов. Открылись мы с 18 февраля, начали прием пациентов. Эти пациенты являются инвалидами первой группы, с хронической почечной недостаточностью. Получают лечение 4 часа через день, 3 раза в неделю на постоянной основе. То есть получается пожизненно. Открытие нашего центра сильно облегчает им жизнь. Им теперь не придется каждый день ездить в город, получается, за эти процедуры. А в районной больнице в прошлом году был обновлен 3-4 этажи здания, где располагается терапевтическое детское отделение. На капитальный ремонт по программе «Дорожная карта занятости» было выделено 85 миллионов тенге. Также в прошлом году было закуплено рентгенологическое оборудование, а также запущен простаивавший в течение двух лет компьютерный томограф, который способен выявлять онкозаболевание на ранней стадии. На нем обследуются жители Муголжарского, Алгинского, Тимирского и Байганинского районов. Планируется капитальный ремонт трехэтажного здания поликлиники. Выделено 141 миллион тенге. Уже в апреле начнутся конкурсные мероприятия. С кадрами данные проблемы есть. Есть потребность пяти врачей общей практики. Только в прошлом году мы приняли на работу восемь молодых специалистов. Среди них узкие специалисты и специалисты УЗИ, врачи общей практики. Ведется работа с управлением здравоохранения. Также, честно, мы работаем в данный момент с медицинским университетом. Кадры вопросов у нас решаются ежегодно. Также глава региона посетил филиал детской музыкальной школы имени Ахмета Жубанова. Учреждение функционирует в бывшем здании финансовой полиции с 2019 года. В общей сложности в основной школе и двух филиалах обучается 300 муголжарских ребят по девяти направлениям музыкального искусства. А уже в конце лета в райцентре распахнет свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс. Типовое спортсооружение предусматривает не только спортивный зал с раздевалками и душевыми. Здесь также будет бассейн. Проект реализуется в рамках программы «Дорожная карта занятости». В целом в районе активность. В целом реализуются социально значимые проекты. По программе «Дорожная карта занятости» в Кандагаше и Эмбе на текущий год запланировано строительство двух вместительных школ. Возводятся спортивные комплексы ангарного типа. В результате реализации проектов по водоснабжению в шести селах живительной влагой будут обеспечены 96,5% населения района. Намечена газификация сел на сумму свыше 1 млрд тенге. В частности, голубое топливо придет в дома жителей населенных пунктов Джурун и Елек. В прошлом году в селе Елек была построена школа, обеспечен доступ к центральному водоснабжению. Все села, где в текущем году будет решена проблема с газоснабжением, находятся вдоль дороги Ак-Тубе-Кандагаш. Для жителей должны быть созданы все условия для жизни. В текущем году в районе планируют привлечь инвестиции ориентировочно в размере 9 млрд тенге. В этом поспособствует в том числе сфера промышленности. Так, глава региона ознакомился с деятельностью мини-нефтеперерабатывающего завода. Мощность предприятия составляет 150 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Продукции пользуются спросом в регионах Казахстана и России. На следующее время здесь работает 135 человек. С 1 апреля, в соответствии с меморандумом, размер заработной платы сотрудников будет повышен на 15%, а инженерно-технических работников на 3%. Владимир Федотов, Николай Сырбов, Азамат Сауханов, Самат Каликенов, телеканал АКТУБЕ.